Сегодня в Ленинградской области проживает более 35 тысяч людей с ограниченными возможностями здоровья, которые могут работать. Однако официально трудоустроена только треть из них. Остальные вынуждены жить только на пенсию и социальные пособия, либо находятся на попечении родственников. И это неправильно. Ведь далеко не везде от работника требуется идеальное здоровье, многие должности не требуют тяжелого физического труда. Тем не менее, значительная часть работодателей отдает предпочтение неинвалидам, считая, что с ними будет меньше сложностей. Однако несколько лет назад ситуация стала меняться. Началось все с создания программы трудоустройства инвалидов в 2013 году, которая с тех пор была отработана и улучшена в соответствии с реалиями каждого региона. В 2017 году программа была дополнена распоряжением правительства Российской Федерации, согласно которому к 2020 году число трудоустроенных инвалидов в России должно достигнуть 50% от общего числа трудоспособных инвалидов. Одним из способов содействия трудоустройства инвалидов является субсидирование организаций, принимающих их на работу. Так биржа труда может компенсировать работодателю расходы на создание для инвалида рабочего места. Сюда может входить пандус, специальная мебель, электроника, практически все что угодно. Именно так в Луге была трудоустроена инвалид-колясочник первой группы Марина Ларионова. Благодаря одной из лужских служб такси и центру занятости, она смогла работать диспетчером. Для трудоустройства инвалид должен состоять на учете в службе занятости и не иметь противопоказаний к желаемой работе, а работодатель должен предоставить службу занятости ряд документов. Там вам полностью дадут всю информацию, нет никаких абсолютно проблем. Они дают полную информацию с полным списком, перечнем, документом, помогают, где надо заполнить какие-то документы и полностью ведут от и до. Это справки из налоговой инспекции фонда социального страхования, пенсионного фонда об отсутствии задолженности. Еще ряд справок о заработной плате. Составляется проект, смета, коммерческие предложения по тому оборудованию, которое необходимо приобрести, должностная инструкция на то рабочее место, которое вы создаете, и, соответственно, человек, который имеет ограничение в состоянии здоровья, то есть для конкретного которого человека вы создаете рабочее место. В принципе, видите, мы воспользовались, то есть закупили оборудование, стол, стулья, компьютеры и источники бесперебойного питания и организовали рабочее место на дому. Также мы там покупали еще дополнительные для программного обеспечения, чтобы можно было удаленно работать, создали облачное решение, и теперь у нас диспетчер, в принципе, может работать с любой точки земного шара, подключаться к нашему серверу и работать. По заказу стоит 120 рублей. Ожидайте, пожалуйста, машину. Для меня что преимущество? Потому что, сами знаете, у нас таким людям, как я, пользующим инвалидными колясками, просто из дома не выбраться. Работа только дистанционно может. Конечно, меня вот этот вариант устраивает. Объем субсидий на создание рабочего места зависит от группы инвалидности устраивающегося человека. Чем группа выше, тем более дорогое оборудование может быть приобретено. Есть зависимости от планируемого срока работы инвалида на этом месте. Помимо затрат на создание рабочего места, работодатель может возместить до половины заработной платы инвалида и налогов, отчисляемых с его зарплаты. Когда создается рабочее место, человека принимают на работу с ограничением в состоянии здоровья, предоставляется в службу занятости, тоже приказ о приеме на работу, трудовой договор. И центр занятости возмещает 50% заработной платы. Таким образом, сейчас работодатели Ленинградской области, беря на работу людей с ограниченными возможностями здоровья, не только помогают в решении одной из социальных проблем, но и сами остаются в выгодном положении, получая новое оборудование и возмещая часть зарплаты и налогов. За 2017 год только в Лужском районе по программе содействия трудоустройству инвалидов работу нашли более 40 человек, а во всей Ленинградской области их число измеряется сотнями.